Сегодня сделан важный шаг к разрешению сложной ситуации, в которой из-за допинговых скандалов оказались российские легкоатлеты. Избран новый глава Национальной Федерации. Им стал Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области. Сообщается, что он будет совмещать две должности. На внеочередной конференции Всероссийской Федерации Легкоатлетики за него проголосовали все делегаты. Изначально было четверо претендентов, двое из них незадолго до процедуры снялись с выборов. Новому руководству поручено в первую очередь обеспечить участие наших спортсменов в Олимпийских играх в Рио. Задача простая. Вернуть легкую атлетику на международный уровень, восстановить доверие, восстановить доверие ВАДА. Есть вещи, которые обозначены Международной Федерацией, есть вещи, которые четко прописаны в тех требованиях, которые нам были на сегодняшний день предъявлены. Мы должны в оперативно короткий срок все эти моменты решить. И в марте месяце мы должны уже отчитаться о проделанной работе на уровне Международной Федерации Легкоатлетики. Сегодня же объявлено о принятии новых мер в соответствии с требованиями Международной Федерации Легкоатлетики, ранее наложившей время на запрет на участие россиян в мировых стартах. Так решено разработать программу антидопингового обучения для спортсменов и обслуживающего персонала. В российской легкоатлетике, как было сказано на конференции, не будут работать люди, ранее причастные к применению запрещенных препаратов. Кроме того, прекращается сотрудничество с Центром по спортивной ходьбе в Саранске, где были дисквалифицированы несколько олимпийских чемпионов. До тех пор, пока он не будет соответствовать кодексу ВАДа и антидопинговым правилам Международной Федерации Легкоатлетики. Напомню, реформирование Отечественной Федерации контролирует специальная инспекционная комиссия во главе с зарубежными функционерами.